Девушки отдыхают Лена, ну, зачем ты это сделал? Чтоб каждая собака на площади знала, что у нас в отеле предсказательница Айнур принимает каждый день Зина, не шифруйся, давай, кто он? Это наш Исмёрик Всё, я поняла, что делать, всё Так, значит, так, приглашаем его ко мне Так Легенда такая, у нас метод объединения Короче, приходите со своим горе-героем ко мне Я купила всяких вкусняшек Посидим, чисто по-русски, небольшой собадочек МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 -"Анна, девчонка-то хорошая, немножко стервозная, но я очень надеюсь, что она тебе понравится". Ну-ка так, давай, иди сюда. А? Что? Посмотри на меня. Повернись. Нормально? Ну, надо было немножко замазать. Может? Нет. Пойдем, ты прекрасно. Я очень надеюсь, что вы друг другу понравитесь. Главное, улыбаться, хорошо? Хорошо. Не реагируй ни на какие ее подколы. Ни на какие. Ладно, хорошо. Все, проходи. Мама! Привет! Заходите! Здрасте. Здрасте. Маша? Василий, очень приятно. Ой, а что у вас с рукой, Василий? Ничего-ничего, бандитская пуля. Ага, да-да-да. Какой разведчик. Ай, ты прости, пожалуйста, я ей сказала, она моя близкая подруга. Ничего-ничего, все нормально. Так мы сядем? Я могилы вообще никогда не выдумала. Пожалуйста, присаживайтесь, да, я тут, видите, жду вас. Я на мягенькой. Вот мы, кстати, вам подарочек захватили. А можно на ты? Ничего-ничего. Так, сразу? Конфетки еще. Ну, а… Ну, как трудовые будни Штирлицев проходят? Вы, кстати, не нальете дамам? Не поухаживайте? Или по рангу не положено? Да нет, что бы, что бы. Маш, ну зачем? Ну зачем? Просто у меня никогда не было знакомых разведчиков. Интересно посмотреть. Давай прям вот… Да? Ты аккуратненько, тебе рука уже болит. Ничего, я потерплю. Аккуратненько. Ничего, страшно. Ой, господи, смотрите, не провалите задание. Штирлиц. Маш, ну пожалуйста. А я водочки, с вашего позволения. Да, это ракия. Может быть, вам по фирменному рецепту, там, вместе с вот шампанским… Давайте выпьем, а? А за знакомство? Ой, прекрасно, да, за знакомство, да, да. Конечно. За знакомство. Ну, рассказывайте, герой, как разведческие будни протекают. Тяжело, наверное, да? Маша. Вы знаете, а у меня тоже, кстати, есть один знакомый. Он, правда, не разведчик, но тоже герой. Да? Угу. Там, за твоей спинкой, лежит газета. Дай, пожалуйста, ее. Интересно посмотреть. Давай-давай-давай. Ага, где же? Ага. Сейчас, найдем. Видишь, ромашки? Так. Да вот, кстати, она. Держи, полюбуйся. Красавец, красавец, мужчина, герой. Я тоже люблю. Я вижу, ты прижилась, да? Ага. Болочками прикрой. Взамен. Чего ты смеешься там, по-моему? Чего? Слушай, ну это же очень смешно. Посмотри, это Васька. Он охранник. Он среди труселей там каких-то задержал. Дура ты. Да ладно, Ксюша, ты чего психуешь-то? Это Васька из старого оскола. Мой бывший хахик. Вася? Вася. Он потом с Маринкой стал ухлёстывать, когда я в Стамбул уехала. Вася? Вася! Не пойду, Маш. Ну ты чего ты, а ну посиди. Ну что это как? О, шляпу купил себе. О, господи, Стаббендер хренов. Что все в этот Стамбул тащатся? Не резиновый же, как на трамвае ездят, как на трамвае. Спасибо. Заходи. Hello. Hello. Can I help you? Yes. Are you from Russia? Да. Привет, девчонки. Слушай, а куда в первую очередь пойдем? Ну подожди, давай заселимся, потом будет видно. Я пить хочу. Подожди, пожалуйста, в номере попьешь. Ой, у меня в сумке была, была вода. Ничего страшного, подождет три минуты, не маленький. Я маленький, я писать хочу. То пить, то писать. Больше ничего не хочешь? Хочу мороженое, мы в ресторан пойдем? Обязательно. Вот вам ключ от вашего номера, там вы сможете пописать, попить, угоститься мороженым в холодильнике, располагайтесь. Спасибо. Кара, помоги ей отнести вещи. Идите за мной. Прошу. Здрасте. 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 Это место как кладбище, да, Ибрагим? Кем бы ты ни был, все равно окажешься здесь. Не совсем кем мы. Многие из тех, кого я хотел бы видеть рядом давно на кладбище. А ты все еще здесь. Вся твоя власть, ничто перед смертью. Неужели ты до сих пор это не понял? Я понял, что последнее дело, которым я стал бы заниматься в своей жизни, это беседовать с тобой за кальяном. Ты все так же самонадеян, самоуверен и слеп. Ты презираешь простых людей, а ведь прояви ты хоть немного уважения. Я многое мог бы тебе рассказать. Не думаю, что твои рассказы будут мне интересны. Ты ошибаешься. Новые хозяйки отеля, они очень по душе. Как ее зовут. Меня стала подводить память. Лена! Лена! Счастливо оставаться. Почему русские женщины так любят путешествовать без мужа? Это про них, что ли? Да. Может, у них никогда мужа и не было? Как не было? А у них же ребенок. Ну и что, ребенок? Вот послушай, вот смотри, у них одинаковая фамилия и отчество. Значит, мы делаем вывод, что они кто? Сестры. Сестры. Да. Если бы одна из них была замужем, да, то у нее была другая фамилия. А так как даже у мальчика та же фамилия, что у них, мы делаем вывод, что ни она, ни другая замужем никогда не были. Вот, и вся арифметика. Медика. Лена, ты такой умный, вот, вот ты это все узнал только потому, что посмотрел паспорт, да? Только посмотрев паспорт, учись, пока я жива. Сельма, Архан следит за каждым моим шагом. Даже ночью он заходит в мою комнату проверить, на месте ли я. А этот русский не может тебя защитить? Сельма, ты что, не знаешь Архана? Никто не сможет меня защитить, пока он рядом. Какое красивое платье. И что ты решила? Сельма, я прячу от него деньги. Хочу уехать из Стамбула. Уехать? С русским? Ну куда? Не знаю, к морю. Там полно отелей, там много русских. Нам будет легко найти работу. А если Архан узнает, значит узнает. Не понимаю. А что тут понимать? Я не хочу всю жизнь работать на Архана. Если он найдет меня и убьет, то пусть так и будет. Но я хотя бы узнаю, что такое свобода. Я узнаю свободу. Уже. Красиво. Нараба. Здравствуйте. Минутка. Нараба. Здравствуй. Как жизнь? А я сейчас Лену Анну позову. Подожди, подожди, подожди. Вот Лену Ханум как раз звать не надо. Разговоры есть. Слушай, мне нужен номер сегодня вечером. Ну так, чтобы Лена Ханум об этом не узнала. Вадим, ты этот, другой женщины приводить? Какой-то сообразительный. Знаешь номер? Нет. Нет, Вадим, вот сам подумай. Если Лена она про это узнает, у меня будет очень большая проблема. Я, нет, я она не буду сдавать. Кошмар. Да ничего она не узнает, Россия. Ничего. Вадим, если Лена она узнает, она меня выгонит отсюда. Нет. Правильно. Не будем рисковать. Работы спокойно, меня здесь не было. Все, пошел. Пока. Вадим, иди сюда. Иди сюда. Давай так, Лена, у нас сегодня очень много работы. Ты дай мне свой телефон номер, я тебе позвоню. Молодец. Но только... Спасибо, друг. Давай, давай. Ты извини, я опоздал немного. Ничего не поделать, я уже ухожу. В смысле уходишь? Ты опоздал? И что? Ничего, мне надо в министерстве. Подожди, мы же договаривались позавтракать вместе. Договаривались? Но, видимо, не получится. Подожди, а если бы я не опоздал, сколько бы мы завтракали вместе? Пятнадцать минут? Я планировала двадцать, и не надо орать, все смотрят. Я понимаю, что ты вся такая деловая, крутая, но ты все-таки моя жена, и ты мне нравишься. Давай поговорим нормально. О чем? О наших отношениях. Только в спокойной обстановке, чтобы ты не смотрела на часы каждую минуту. Спасибо, госпожа. Заходите еще. Давай, встретимся и обо всем поговорим. Отлично. Я знал, что у тебя есть здравый смысл. Сегодня вечером у меня в ресторане. Подожди, так не скажу. Нет, сегодня вечером никак не получается. Почему? У меня встреча с поставщиками, потом фитнес. Завтра? И завтра никак. Вообще, какая-то удивительно напряженная неделя. Даже не знаю, куда тебя вставить. Давай попробуем в следующую среду. Ты можешь встретиться со мной через десять дней. Ты это хочешь сказать? Да, да, да. Я неясно выражаюсь. Вроде никогда за мной такого не было. Так, я вас внимательно слушаю. Как вы заселились в номере? Все ли хорошо? Вы знаете, вот за стеной я, конечно, все понимаю. Люди разные приехали расслабиться. Так. Ну, может, можно как-то повлиять? Ну, как же на это повлиять, девушка? Это же природа. Как на нее повлияешь? Ну, у нас ребенок. Понимаю. А за стеной, ну, знаете, вот какие-то охи-вздохи, шорохи-стоны. Ну, просто у нас в соседнем номере живет ясновидище, тот номер, про который вы говорите. Настоящее ясновидище? Ну, вы не шумите. Вы ей так не мешаете. Конечно, настоящее. Скажите, а может быть, можно как-то к ней попасть? А я заплачу. Заплатишь. Ну, я должна узнать, когда у нее закончится вот этот сеанс связи с этими потоками, да, энергетическими тонкими. Не в любой момент я могу зайти к ней, но я постараюсь для вас что-то сделать, девушка. Постараюсь. Да. Спасибо. Угу. Вот вам розочка, а твое. Спасибо большое. До свидания. Пока. Ну, а твое. Ну да, а твое. Привет. Вы нас не ждали, а мы приперлись. Кто это нам с утра розы дарит? А, это мальчик один. А, бессовестная. Уже до мальчиков зашла, да? Моего тебе мало? Конечно, староват. Ларис, ну что ты говоришь, а? Да я твою подлую натуру давно изучила. Оставь Виктора в покой, слышишь? Вот до тебя у нас все хорошо было. Жили душа в душу и горе не знали. Ларис, ничего не было. Правда. Да как же не было? Ну я же сама все видела. Да нет, он просто по хозяйству приходил. Вообще какая-то дурацкая ситуация получилась. Да я же понимаю, что семья у вас. Ну, я понимаю. Люда, действительно ничего не было? Ведь жили же хорошо. Поговори с ним. Объясни ему, ну что это он на старости лет себе надумал? Да, я с ним поговорю обязательно. Если он придет, я ему все скажу. Все скажу. Жили хорошо. Внуков дождались. Одна в постели. Всю ночь ворочаюсь. Вчера давления было. Двести. Ты за что? А ты что принимаешь? Да. Настойка на траву. Мне помогает. У меня очень хорошая есть. Ты мне напомни, я тебе дам обязательно. Спасибо тебе, Люда. Я даже не знала, что у нас так... Такой разговор случится. Ты прости меня, если я там что-то наговорила. Ладно, все. Пока. Ну что, друзья, Лева, видимо, не придет. Давайте кушать. Пусть только попробовать не прийти. Я ему такое завтра устрою. Я ему скажу, как вы так посмели, Лев Аркадьевич, не прийти на метод объединения. Да еще маму завтра в школу вызвали. Это вообще жесткая мера. И так мама каждую неделю у директора звонит и говорит, как там мой? Как он себя вел? Сколько ему лет? Что за мужик такой? Да нормальный мужик. Что вы прицепились к нему? Ну, не пришел и не пришел. А ты расстроилась? Нет. Просто с утра настроение неважное. Юлька, наверное. А я разливаю. Ну все, разливаю. Давайте. Нельзя так долго ждать. У меня чувствует мое сердце. У меня чувствует. Зина. Зинка, пришел, пришел. Ну, наконец-то! Вот и молодой педагог. Ну что ж такое, Лев Аркадьевич? Здравствуйте. Ну, здравствуйте. Настояние поднимаешь, да? Садитесь. Какое здоровое, а? Вы, наверное, проголодались, да? Вот вам, вам рыбки. Ага, давайте, давайте. А для аппетита надо выпить. Да? Нет, нет, я не пью. Почему? Язва. Или печень. Мама. Почему сразу мама? Да в чем дело, ну? Ну, вы что столько-то? Зина. Ну, не вмешивайся в процесс мужского воспитания. Да. Ты мужик или где? Вообще-то, я думал, что здесь метод объединения. Оно самое есть, Лев Аркадьевич. Давай. Пей или не мужик. Ну, ладно, тогда за метод объединения. Ура! Молодец! Ура! Великолепно! Ура! 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 Подожди, подожди, подожди. Ой, какой тост! Лепардадич! Женщины, за вас! За вас! За вас! За вас! Мужик! 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 Молодец! Заешь! 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 Доси! Красив Phillip. Алена, ну? В игрушки играешь? Не-не-не, эсэм, эсээм�� шутки. Понимаю, слушай, на трубе зельничаешь, дело есть. Тебе будет приятно. Какое дело? Слушай, я просто устала, ну, очень хочу прилечь. Это, там, девушка вот эта вот, которая заселилась в 26-й, ну, то, что тебе понравилось. А, это красивый? Ну, да, вот эта симпатяга. В общем, она очень хочет сказать Айнур. Понимаешь, и Айнур надо подготовить. А, все, все, я все... А как подготовить? Ну, понимаешь, она, значит, не замужем, всю жизнь с сестрой, траля-ля. А надо сказать Айнур, чтобы она сказала, что она выйдет замуж, что ей надо жить своей жизнью, что она не должна жить жизнью своей сестры и ее маленького ребенка. Лена, ну, я лучше запишу, потому что я это все забуду. Сто процентов, я знаю, очень много. Да, запиши, конечно, спасибо тебе большое, я пойду. А ты спи, не волнуйся. Если что, ну, понятно. Бери, вон, мне собака утонул. Твоих этих шубок. И задохнулся, мартышка моя. На, беги. Что ты положила? Это вешать надо. Алло. Вешать ты? Я вешаю? Брат, я устал от одиночества. Пора мне семью заводить. И в магазине помощница нужна. Трудно одному будет, когда ты за товаром поедешь. Причем тут одиночество? Тебе нельзя заводить жену. Мужчина должен уметь управлять женщиной. А ты собой еще не можешь управлять. Да что там собой? Даже своими инстинктами. Как ты будешь жить с женщиной? Как будто ты можешь. Вон, как свою русскую обидел. Это не твое дело. И потом она уже простила меня. И вообще, я не обязан у тебя спрашивать. Это моя жизнь. Если ты ослушаешься старшего брата, ты не получишь от семьи ни копейки. Я не против, чтобы ты спал с этой. Но жениться. Жениться. Как? Не понял. Молчи. Это даже не обсуждается. Брат, ты думаешь, я хочу жениться на ней? Может быть, на турчанке? Конечно, на турчанке. На турчанке? Да. Тогда совсем другое дело. Кто она? Чилет. Это чилет. Кто? Чилет. Нет. Нельзя. Ты меня понял, Халил? Это по мне, да. Занимайся делами. Ой, Таня. Ничего мне не помогает. Даже твои советы. Собрал мне, Васька. Все эти мужики одинаковые. И русские, и турки. Все они одинаковые. Понимаешь? Ну, как я ему могла довериться, когда у меня Архан уже так обманул, и я в очередной раз доверилась человеку. Вот как? Ой, Ксюня, это все потому, что мы у себя бабы на уши слабые. Ну, а Вася твой, ну шо? Ну, брыбрыхал хлопец маленько. Маленько? Да тайно. Ты пойми, он мне говорил, что он разведчик, что он тайный агент. А оказался простым охранником. Ну, и шо? Он шо, он же без всякого умысла. Только шо б тебе понравится. Или тебе шо? Герой шо ли нужен, а? Ну. Ну. Сама погляди на себя. Героиня шо ли ты? Нет. Ну, а шо тогда? А Машка мне сказала, что вот он с Мариной спал с ее сестрой. Ты представляешь? С Мариной спал. Ну, и шо он спал? Да как что? Да то. Парень молодой, красивый, интересный. Бабы самые дают. Шо ему отказываться, шо? Давай лучше выпьем. Не надо пить. Давай. Тань, да прекращай, что не выход это, понимаешь? Не выход это из проблем. Вот ты, Ксюня, дура. Баба, а дура. Потому что Машка твоя могла и припрехать. Из ревности. Из ревности? У нее мехмед есть, какая ревность? Ну и шо? Ну и то. То, что дура ты. Баба, а не понимаешь. Конечно. Конечно. Слухай всяких Машек. Для тебя это главное. Слухай их. Вот так вот. А себе реши, нужен тебе этот Вася или нет. Нужно. А вот если тебе этот Вася нужен, иди и спроси у него. Понятно? Вот так вот. Вот так просто прийти и спроси. Прям вот... Да, прийти и спроси. Любишь ты мне Вася или не любишь? Все, давай. Алло. Мне этот самолет до Москвы, ближайший рейс в эконом-класс. И такси к этому, к отелю. Спасибо. Черт. Черт. Не хватит. Алло. Отмена. Самолет, да, отмена. Все хорошо? Нам надо быстрее уезжать. Ехать надо. Ехать. Ехать? Куда? Мы же обо всем договорились. Мы едем в Анталию, автобус отходит через час. Дилек, успокойся. Никуда мы не поедем. Что? Дилек, ну что ты как девочка? Что это? Да что случилось-то? Я не ребенок, понял? Я не ребенок. Ты меня обманул. Ты меня обманул. Обманщик. Я тебя не обманывал. Просто для всего нужно время. Я же люблю тебя. Зато я тебя не люблю. Господи, ну кого там еще принесло-то? Входи, наверное, это она пришла. Входи. Здравствуйте. Здравствуйте, Ибрагим. А вы не боитесь вот так вот вечером, один без свидетелей, приходить в номер к одинокой женщине? Я переходить предупреждать вас. Я слышал, вы с Чамалом общаться. Это странно. Чамал очень опасный человек. У него плохой рептасия. Он содержит дом публичный. Человек без чести. Как же ваша дорогая-то, ваша драгоценнейшая Ясмин общалась с Кемалем? С человеком, который содержит публичный дом? Или тогда он был еще хорошим? Вы не понимаете, что говорить? Я не понимаю. Я очень хорошо понимаю. Я понимаю, Ибрагим, что вы человек, который боится настоящих чувств. Вы даже из Ясмин сделали какую-то картинку безжизненную. Вам так удобней. Если б я не познакомилась с Кемалем, я бы никогда не узнала о том, как она была на самом деле. Вы не должны слушать его. Почему? Вас бесит то, что вы не такой, как Кемаль. И вы знаете, что это бесило Ясмин. Вы не понят. Вы ничего не знаете. Я знаю только одно, Ибрагим. Что вы безумно ревнуете. Даже несмотря на то, что Ясмин уже нет живых. Каковы вы не был глупой к женщине? Вы прав. Я ревновать. Но не к Ясмин, а ревновать к вам. Да вот, шел мимо. Решил зайти попрощаться. Як это попрощаться? Я уезжаю. И надеюсь, Таисия, вы будете иногда меня вспоминать. Конечно, я буду ждать. Прошу. Счастливо оставаться. Возвращайся скорее, Салимчик. До встречи. Ибрагим, постойте. Постойте, Ибрагим. Я просто, я просто хотела знать правду. Понимаете? А вы... Теперь будет узнать. Привет, Лена. Привет, Вадик. Лен. Чего? У тебя это... рубашка на изнанку. Зина! Зина, давай действуй! Зина, давай! Вперед, Вадик. Девчонки, мы неудобны! Зина! Зина, Зина! Зина, стой! Не, не, я не танцую. Ну, 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 ну! Аркадь, я тебя на ногах оттанец! Лена, Аркадь, вы танцуете, потанцуете. Она же не кусается, да? Ой. Мама. Да, мама. Нормально, все нормально. Мам, не мешай. А? Да, да, собрание собралось, да. Музыка? Музыка идет. Да. Да, давай, ну, мне голос, мам. Ну, все, давай. Зина, ну, ты что же, матишка, 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 матишка. Ты что? Теперь всегда будешь отчитывать за каждый шаг перед мамой? Нет. Я понимаю, мама, это святое. Святое? На. Девочки, сюда, сюда созрел тост. Берем! Заматерей. Ой. Заматерей! Блядь. Бед, дайте, я не пью. Конечно, заматерей давно пора. Лева. Лева. Ты замать не будешь пить. Замать? Нет, замать надо. Давайте. Молодец. Замать. Замать. Ура! Хотим, а? Ура! 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 Сядем. Выпьем. Благодарю. Давно я тебя таким не видела. Минутку. Успокойся. Я пойду. Мне пора. Куда? Ибрагим. Не надо, Ибрагим. Я очень прошу. Я умоляю, не надо. Нет, Ибрагим, не надо. Я не могу. Ибрагим. Нормальный. Ма, да нормальный не бывает. Слушай, Ма, я тут тебе хотел сказать. А, да. Вспомнил. Слушай, Ма. В общем, так. Я уже мужик. Ох. Вот. И я, это... Ну, я вообще не буду под твою указку уже жить, ты понимаешь. Чё? Давай, я пьян. Так, всё, давай. Всё, пока. Лёва. Мужик. 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 Бел мужик. Бел за нас, за мужчин. Лёва. Ну, ещё? Ещё? Юлечка, платье, Юлечка моя. Дочь. Юлечка. Здрасте. 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 Веселитесь, значит, да? Музыку потише, вы людям мешаете. Людям? А мы не люди. Да. Олежа, дай пять. Правильно, перетрутся. О, за людей! Да, да. Иди, иди. Юлечка, иди, спи. Ага, дайте за людей! Ой, Аллаха! Господи! Фатманам? Госпожа Фатима! Фатманам? Фатманам? Ибрайм Бей! Господин Ибрагим! Ибрайм Бей! Да, 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 обойдите. Привет. О, какие люди, привет. Ты чего пришла? Слушай, шляпа тебе пришла вернуть. Ты забыла меня? Спасибо, спасибо. На стол положи, свободно. Номерок знакомый. Слушай, Вась, ты не обижайся, я, наверное, покрячилась. Ну, правда. Да что ты, я не обижаюсь, все нормально. Да, серьезно? Все в порядке. Ну, а что, мы действительно, мы же друзья с тобой, да? Конечно, конечно. Как там Марина, как теть Рая? Замечательно, потрясающе живут. Ты уже уезжаешь, что ли? Да, вот магнитики купил теть Рая. Здорово, классно? Да, да. Привет, передайте тебе? Передавай, конечно. Хорошо, пламенный передам. Слушай, Маша, ты мне скажи, ты зачем Ксюше все рассказала? Слушай, Вась, ну… Газетку еще показала. Зачем? Вась, ну ты же сам ей врал, а? Ну, по поводу этого разведчика, это же смешно. Ты себя в зеркало видела, ну какой из тебя разведчик? Я врал. Ну, конечно. Я врал? Ты мне говоришь о вранье? Мне говорит эта девушка, которая врала всем на свете. Ты меня опозорила. Какой сыгопарный, Вась, слушай, ладно, прекращай. У нас отношений-то с тобой не было, я тебя умоляю. Школьные друзья или что это? Это так называется, да? Да, конечно, да. Любила я тогда Андрея и встречалась с ним. А ты такой дебил, что даже не видела этого. Ты мужик после этого или нет вообще? Слышишь? А Ксюша, ты все знаешь, а? По поводу. Хочешь, расскажу? О, Господи, как ты меня напугала вообще. Что ты ей расскажешь? Я жила в старом осколе. Челек, ну что ты так медленно все делаешь? Ну давай побыстрее как-то работай. Побыстрее, побыстрее. Лена, нам можно? Иди сюда. Вот смотри, Лена, нам этот номер 217 позвонил, и они захотели пива. Так. Я им сказал, есть пиво, они сказали, у нас пиво очень кислый. Фу, как это мелочно вообще. Ты единственное за что переживаешь за свое вонющее самолюбие, герой Бенхренов. Что ты сказала сейчас, а? Руку убери. Ты сейчас что сказала? Руку убрала, я тебе сказала? Руку убрала, я тебе сказала. Руку убрала? Ты что, вообще что? Лежа! Я же тебе сказал! Вася. Помогите! О, Ксюш, помоги мне, слышите? Дебил, уйди от меня! Ты идиот, у меня и так сидит. Пошла вон отсюда! Так, ну настоять, что такое? Ксюш, ты тут? Слушай. Ну ты шал. Слышишь? Ты тут? Да, слышишь? Бежим, я тебе говорю. Пожалуйста, прекрати оправдываться, я прошу тебя, я все видела. Все. Дорогая, я пришла к нему извиниться, он у меня набросился чуть не задушен. Что происходит? Какая ты подруга? Что происходит вообще? Ты что, с ума сошли здесь все что ли? Ксюша! Так. А? Ты что здесь? Нет. Пошла вон отсюда! Да, пожалуйста. Так, спокойно. Я не понял. Так, спокойно, я сказала. Ну ты-то че влезешься? Ты девушкам пристаешь. Ты отвалите! Ты что вообще наделал, а? Простите, я не случайно, случайно. Так, ты что с посетителем? Стоять! Что? Стоять, я сказала. Быстро шмотки свои взял и свалил отсюда. У меня еще сутки оплачены. Сейчас с твоими сутками разберемся, Расим. Все, счастливо оставаться. Расим, посмотри. Ксюша! Посмотри на это. Что это, Лена? А ну, вставай. Надо срочно что-то холодненькое провожить. У-у-у! Малый кузарский чпок! О-о-о-о! Ой! Ой, О-о-о! Так, стоп! А я тоже! Я тоже оказываю. Давай! О, Илья Фаркадьевич, не надо! О, Илья Фаркадьевич, не надо! Не надо! Не надо! Да-да-да! Мальчик! Мальчик! У нас гости. Гости у нас. Господи, что боже мой, а? Что же это такое? Так, почему нарушаем общественный порядок? Господи, что же они с тобой сделали? Соседи жалуются. Господи, где еще учителя? Женщина! Выбирайте, пусть она поражает. Гражданочка, тихо, я говорю. Так, как ваш ребенок здесь оказался? Как? Как? Я же думала, они здесь метод обменом занимаются. Иди сюда. Так, тихо, уводите свою девочку отсюда. Да, они здесь. Какую девочку? Ну, вашу девочку, ребенка. Не девочка, у меня мальчик. Мальчик мой пойдет. Мальчик мой пойдет. Так, стоять! Что значит стоять? Не привлекался? Боже, сохрани, вы что? Так, в воду, уводите его отсюда. Все, я с тобой завтра поговорю. Ой, Боже мой! Ой! Кто хозяин? Лика! Я хотела. Я хотела. Передайте Ибрагиму этот рецепт. Пусть все купит. Мальчик мой пойдет. Что с ней? Она в порядке? У нее случился выкидыш. Какой выкидыш, Касим? О чем ты говоришь? Так, что мы сейчас будем? Что с ней? О чем ты говоришь? Какой выкидыш? Какой выкидыш? О чем ты говоришь? Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон